здравствуйте здравствуйте в эфире общественно радио медиа метрикс казахстан с вами я тимирлан тулигенов и наша программа камертон нас можно слушать и смотреть в прямом эфире на сайте и на нашем любимом youtube канале а сегодня к нам прилетела одна из соединенных штатов наша джазовая принцесса анастасия петрова здравствуй дорогая ну ты меня уже предупредила чтобы я помедленнее задавал вопросы потому что ты уже больше англоговорящие вот у нас самое главное у нас послезавтра концерт да да которые организовывают друзья твои вот я просто помню два года назад тоже был концерт тоже была такая акция для того чтобы помочь тебе попасть вот этот колледж джаза в беркли так как вообще получилось что появилась вот такая возможность вообще попасть в этот американский вообще знаменитый колледж вообще два года назад оказалось нереальным оказалось недостижимым и благодаря поддержке музыкантов казахстана можно сказать и даже музыкантов с других стран мира тоже все это получилось это до сих пор кажется невероятным но прошло уже два года я понимаю что мечты сбываются не но как получилось так что ты дала какую-то отправил какую-то заявку какую-то я не знаю сняла на телефоне как ты играешь на фортепиано или как это получилось изначально вообще ирана равина и виктор хоменков они сказали что они ездили в италию на мастер-класс умбриа джаз клиникс и они там зарядились джазом и приехали и на следующий год мы поехали уже с моими алматинскими друзьями мы поехали туда тоже пробивать почву так сказать и очень понравилось и там уже по итогам мастер-классов по итогам обучения мне предоставили скидку скидки было недостаточно я решила прослушаться еще раз провести дополнительное прослушивание и по итогам прослушивания мне уже дали полный грант а именно вот в этот колледж и да получается преподаватели этого колледжа были в италии да ясно ну вот прошло два года что вот в эти два года у мужчин в основном это так сказать два года всегда ассоциация с какой-то я не знаю армии вот что произошло вот в этой джазовой армии за эти два года беркли вполне можно назвать джазовой армии потому что жизнь беркли очень интенсивно то есть ты заходишь на кампус ты выходишь только ночью что очень много записывающих сессий концертов беркли предоставляет огромную возможность играть со всеми музыкантами записываться выступать то есть жизнь очень интенсивная и плюс еще и уроки тоже на высшем уровне проводятся с лучшими преподавателями поэтому два года пролетели незаметно честно скажу я потеряла счет времени когда я была в бостоне потому что дни пролетают они настолько насыщенность что даже не замечаешь прошло ли воскресенье или нет даже выходных то нету и ты живешь захлеб в общем никакой личной жизни джаз 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 а там наверняка получается это вот беркли такая некая джазовая столица до всего мира или только соединенных штатов соединенных штатах есть очень хорошее заведение еще в нью-йорке а беркли просто считается одним из лучших колледжей мира по джазу там обучение получается два года или как обучение там четыре года четыре года я бы могла бы закончить за три вполне возможно там очень лояльная система можно продолжить можно прервать можно а сейчас я вот насколько слышал ты уже поступила в магистратуру так не я не поступала но я планирую подать заявку не на магистратуру но на филиал беркли который называется global час институт это ответвление от беркли тоже бакалавриат вот но в дальнейшем хотелось бы конечно подать магистратуру это опять же все просто большой финансовый вопрос конечно хотелось бы продолжить а вот вот честно говоря ну как бы мы то тут страна той бизнеса да и для меня вообще люди которые там играют джаз это такие какие-то инопланетяне вот и ну ладно может быть там когда ты находишься в казахстане там в алмате как-то вот эти вот границы как-то тебя давит там куда не выйдешь везде степь кругом но вот там в соединенных штатах вообще какая перспектива для джазового музыканта который например как в твоем случае закончит этот колледж перспектива выступать перспектива преподавать я например я бы очень хотела давать мастер-классы по всему миру такая большая мечта есть вообще какие-то я не знаю агентство агенты продюсеры которые занимаются именно джазовыми музыкантами есть конечно есть известный лейбл допустим blue note который можно сказать испокон веков замечал джазовых джазовых звезд и выводил их на новый уровень вот кстати интересный момент вам вообще там авторское право читают же наверняка да конечно меня всегда интересовал вопрос вот везде люди играют джаз как вот идет вот это вот разрешение играть джаз отчисления выплаты какие-то вообще происходит кто-то вообще контролирует эту тему вообще с авторским правом намного строже в других направлениях вот по все особенно в роке тоже потому что там есть форма а джаз это это музыка свободы поэтому даже сами стандарты на которые мы импровизируем на форму они не всегда требует не всегда требует копирайта потому что они могут уже войти в публичный доступ и могут иметь публичный доступ паблика как допустим да как как допустим классе классические произведения тоже не ну получается что джазовый музыкант живет только за счет концертных выступлений получается то есть никаких отчислений там записи айтюнс там мы так далее там подобное такого нету что такое может быть наблюдается тенденция универсальности среди жазовых музыкантов поэтому джазовые музыканты которые могут написать саундтрек или выпустить что-то более попсовое они конечно могут это все декларировать копирайте не ну конечно вообще то есть джазовый музыкант это 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 не просто надо уметь играть так сказать но это еще надо импровизировать это надо фантазировать фонтанировать вот этими вот действительно мыслями какими так как ты правильно сказал мне проще сыграть чем о чем-то рассказывать окей давай поговорим вот наверное с чего все началось то есть тебе так сказать по счастливой в кавычке родиться в семье музыкантов как у тебя не было выбора пойти я не знаю в юристы в экономисты я не знаю в нефтяники на худой конец то есть музыка и все как так получилось папа с мамой музыканты да да папа и мама не скрипачи мне просто в детстве очень впечатляло как они дома занимаются играют я тоже безумно хотела научиться играть на чем-то на чем-то и они отдали в музыкальную школу но сказали по стопам скрипачей ты не пойдешь не будешь играть на фото пиано что так чем скрипачи не понравились ну вот видимо не знаю видимо первые годы просто первые годы игры на скрипке это не так приятно окружающих ну понятно видимо видимо поэтому не ну ты раз родилась среди этого скрежет уже привыкла ты попала в музыкальную школу как у сразу к такиру зарипову или до этого что-то еще где-то получилось у меня дали в пятую музыкальную школу не вот это пять лет и у меня даже состоялся мой первый сольный концерт никакого никакого детства вообще видно ребенок мне очень нравилось потому что первый концерт прошел в пять лет и я тогда уже поняла что это здорово да услышал аплодисменты со сцены не захотела слезать а потом ты попала получается джазовую школу к такиру зарипову да потом я поступила баситовскую школу баситовскую там очень сильная классическая школа я бы сказала это лучшая школа в алмате знаменитые байсы жубановские сейчас так сказать начнут обязательно обязательно байса это все и потом а потом получилось так что от классики я устала не знаю что случилось просто вот перегорела перегорела классической музыкой ну да эти шаблоны стандарты идеальные так сказать темп как-то да вот мне казалось что это слишком много рамок я решила тогда брошу музыку вообще но спасибо моей маме и она сказала мне попробуй сходи на пару уроков к владимиру демченко и посмотришь вдруг джаз это то что тебе понравится я была уверена что нет что я хочу пойти в спорт я хочу стать пловцом думала все сменю специальность перевел в лицей с уклоном на программирование на английский не хотела совсем она сказала ну пожалуйста я нашла тебе учителя сходи на пару уроков и все как только я пришла на первый урок владимиром анатольевичу все это это любовь на всю жизнь все плавание до свидания до свидания с тех пор с тех пор джаз просто стал уже стилем моей жизни настолько что произошло вот самое интересное что он что-то сыграл тебе такое или что произошло на этом уроке да он он играл и то чувство свободы которые он передавал через музыку она меня настолько зацепила что я решила я тоже хочу так я тоже хочу потому что видно было что для него это как наркотик и для меня это тоже уже стало уже не требуемой части женщин получается тебя торкнул и получается джазовый музыкант он действительно он передает вот это вот но для того чтобы действительно с вас быть свободным в музыке свободным то есть надо с инструментом быть я не знаю не просто на ты надо быть самим наверное инструментом так да и конечно желательно иметь классическую базу перед этим потому что если не знаешь языка не можешь выразиться точно также техники если не хватает то сложно выразить свои идеи в джазе но у нас сейчас есть я не знаю смеяться не смеяться там диджеи которые вообще не умеют не знают с какой стороны к инструменту подходить но они говорят да мы пишем классную музыку и у девченко получается сколько вы проучились получилось по 4 года может быть даже 5 опять же с ним году пролетает незаметно были какие-то выступления да мы играли пару сольных концертов да у меня пару сольных концертов было с с вячеславом тихоновым с кайратом ахметом то есть нашими джазами легендами и сейчас вот мне очень интересно то что послезавтра состоится концерт и опять же мы как бы объединяем наши усилия я буду опять на одной сцене с метрами джаза нашего алматинского играть это здорово ну получается на сцене соберутся художники джаза назовем их так помимо этого еще возникла такая идея сыграть с владимиром анатольевичем на одной сцене то есть провести такой диалог между учителем и ученицей я я показать друг другу свою кунг-фу да чему я научилась штатах я об этом могла только мечтать потому что смотря на то как как допустим разговаривает хэрби хэн как о чикаре на одной сцене как играют чикаре еще с другими и просто как разговаривает два пианиста на двух роялях это что-то особенное это не просто когда есть гитара и остальные инструменты потому что тембр один язык в принципе один но выражение через язык другой интересно поэтому я я конечно волнуюсь потому что это мой учитель в то же время я понимаю что это была одна одна большая мечта и сейчас она превратится в реальность не но с другой стороны любой ученик мечтает так сказать произойти свои учители и так сказать показать да спасибо ты меня научил там вот этому вот этому а теперь я покажу чего научилась соединенных штатах а получается это вот все по инициативе кого и района равен и да этот концерт концерта спасибо огромное ты получается буквально на 10 дней до прилетела или как на месяц на даже на месяц окей и дальше вернешься и будешь продолжать обучение да потому что мне продлили грант еще на год минимум год я там продержусь дай бог не ну следующий раз вообще надо уже не филармонии в алматы арена организовать концерт вообще вот интересно сейчас вот два года ты находилась получается за пределами казахстан вот многое же видится издалека ведь правильно вот какое твое ощущение какое твое нынешнее отношение к тому джазу который играется здесь казахстане куда двигаться надо могла бы ты например скажем так сказать ребята мы как-то не туда двигаемся нам нужно в эту сторону то есть есть такое ощущение вообще я заметила что у нас очень интересный джаз у нас вот казахстанский джаз это свой собственный феномен потому что он включает себя и и фольклорные мотивы казахская народная музыка она сама по себе очень богата полиаритмией разными размерами то есть это это привлекает это привлекает и в сочетании с джазом получается очень уникальный синтез который я заметила что люди очень хорошо на это откликаются потому что в штатах я проводила выступала на международном концерте международном фестивале и представляла программу музыка казахстана где представляла свои собственные аранжировки и людям людям очень понравилось потому что музыка интересная есть интересный материал сочетание с джазом дающий очень интересный такой продукт кстати вот эти вот записи они доступны где-нибудь на ней не в ю тубе да конечно это можно посмотреть регулярно выкладывать есть свой youtube канал анастасия петрова где можно посмотреть а можно оттуда интересно брать там для программ каких-то да у меня так а хорошо это что касается видеозаписи мы можем говорить о том что то есть есть какой-то альбом выпущены или не знаю или мы ждем что скоро будет альбом какой-то пока еще нет но я планирую я конечно я планирую записаться то есть я сейчас набираю больше опыта больше материала и потом уже есть одиночные записи какие-то одиночные видео но они не составляют такую цепочку которая могла бы состав создать альбом смысле ты себя ищешь или или как или можно сказать так можно сказать да то есть мы еще пока не можем говорить о каком-то стиле анастасия петрова или как сложно сказать потому что это это видно со стороны но если мне кто-то скажет такое хорошо я возьму это заметку вообще если мы говорим о том что джаз это это полнейшая импровизация то наверняка как бы должен же быть у кого-то вот какой-то стиль а какие стили тебе больше всего нравится вот ну я не знаю если ты назовешь там имена какие-то скажем так пусть это будет казахстанский пусть это будет зарубежный которых ты в реале сама видел вообще у меня есть три любимых пианиста это чикари это хэрби хэнкок и брэд малдо они такие более современные современного джаза последнее время я увлеклась творчеством европейских музыкантов что-то из лейбла и 7 то есть немножко другое направление потому что европейский джаз американский джаз они все-таки различаются вот у нас свой казахстанский джаз тоже интересно то есть я да я действительно нахожусь в процессе поиска себя и как композитор тоже и как аранжировщик то есть время покажет где где сидит именно моя жилка ну в принципе ты тут на начале пути и конечно то что действительно того с тобой происходит это как какая-то некая сказка да что вот этот раз и а могла быть хорошая пловчиха и стать олимпийской чемпионкой окей вот сейчас ты уедешь еще год будет правильно потом через год ну ты готова показать я не знаю джазовым нашим слушателям программу какую-то приехать с каким-то концертом конечно с удовольствием вообще вот цель моего приезда в этот раз было именно огромное желание поделиться вот этой эйфорией которая которая меня заряжает беркли просто вот огромная потребность отдать вот эти эмоции накопленные за два года эти знания вот ты ведешь блог какой-нибудь видеоблог джазовый даже вообще интересно же как бы люди с таким придыханием говорят беркли то есть было бы интересно вообще там если были бы какие-то небольшие видеорепортажи очень интересная хорошая идея меня причем люди спрашивали причем люди в бостоне меня спрашивают тем более это же вообще находиться в таком легендарном месте тем более сейчас техника позволяет на телефон отсняла типа вот чиккория играет такой репетирует окей будем из тебя вытаскивать не волнуйся у нас программа она очень легко проходит никаких хитрых вопросов задавать не будем вообще вот ты не рассказала по поводу скажем так и мировых тенденций развития джаза то есть насколько скажем так казахстанская джазовая школа она в этом фарватере может быть или или они действительно мы там сами по себе в своей провинции так сказать в своей степи кайфуем под шум ветра и под журчание алмадинских ледников что вот есть сильные различия вообще то есть правильно ли мы двигаемся нужно ли нам создавать какой-то я не знаю лейбл либо наоборот наши музыканты почаще должны ездить на эти фестивали все таки ну я не знаю есть ли вот какая-то скажем так зацикленность на себе да есть несомненно есть вообще в джазе самое главное это общение это взаимодействие поэтому вообще было бы здорово если бы наши музыканты выдвигались и показывали себя проявляли на международных аренах потому что иначе это просто вариться в собственном соку то что у нас и происходит все остальные с джазовыми клубы клубами у нас проблема они закрываются открываются новые потом снова закрываются то есть хотя интерес у молодежи есть то есть я бы не сказала что нам стоит открывать лейбл но я бы сказала что хорошо было бы обзавестись хорошими учителями и больше ездить больше общаться то есть приглашать кого-то давать мастер-классы то есть я вот планирую это делать в будущем супер потому что поступают заявки поступают заявки на обучение вот а так конечно уровень конечно отличается не хватает определенных знаний но тем не менее есть материал который можно ввозить на международной арены и дело только в установлении связи и продвижение а вот какие знаменитые фестивали джазовые есть ну я не знаю поблизости от казахстана куда можно было бы с удовольствием нашим музыкантам появляться это вообще хороший вопрос крайне равеной потому что она в этом хорошо разбирается я по снг не очень ориентируюсь но я знаю что наши музыканты часто ездят в грузию хорошие площадки я знаю что хорошая площадка в израиле в россии тоже проходят мастер-классы вот несколько лет назад мы ездили в оренбург тоже там было замечательно евразия джаз площадки есть площадки есть такая ирана равенна заходите хорошо а в штатах какие самые знаменитые фестивали я вот просто мне самому интересно я хоть и не музыкант все-таки как говорится варюсь среди музыкантов и естественно хочется я не знаю организовать какое-то мероприятие где собрались бы там джазмены я не знаю фирмачи какие-нибудь попсовики если таковые бывают существует там я не знаю фольклором с фольклором связаны классики чтобы вот собрать действительно профессионалов которые болеют которые не с ним не занимаются там камер так сказать исполнением известных хитов а действительно вот болеют за музыку назовем ее казахстанская музыка крупные фестивали проводятся в нью-йорке честно говоря я настолько ворюсь в собственном соку в бостоне что вылазки в нью-йорк запоминаются мне надолго и даже по моему оркестр тагира заривова они часто ездят они ездили в сша вот они молодцы они двигаются в нужном направлении вывозят детей выступать общаются с мэтрами а вообще с ними связь поддерживаешь да да потому что как бы я с этой школы птенец птенец да окей окей родители радуются да конечно конечно они гордятся безумно но они ну я не знаю скучают наверно или как или понимают что тут подсадили человека на джаз и теперь где он что он потому что ну честно говоря я естественно понимаю что ты теперь уже по сути человек мира гражданин мира который забрал когда забралась на джазовый эверест естественно оттуда скажем так бросить это все вернуться в казахстан ну судя даже по твоим планам так про который ты говоришь что ты собираешься ездить постоянно конце концертировать организовать мастер-классы то есть ты для себя примерно представляешь скажем так страну базирование где ты в будущем останешься не знаю какая страна будет моей базой но я хотела бы находиться в движении конечно и ну как бы молодые они конечно думают да главное движение как братья чумкентские любят любят говорить но в любом случае наверняка это будет какая-то страна с хорошими джазовыми традициями так вот кроме соединенных штатов какие еще у нас есть странность с хорошей такой школы с хорошей традиции где проводится много таких вот фестивалей в канаде тоже неплохо и в европе европе проводятся а в европе где именно я знаю что есть фестиваль в норвегии в швейцарии тоже во франции ну хотя сами европейцы они тоже приезжают в америку потому что америка это все-таки родина джаза ну да какие ты концерты посмотрела такие что вот вау теперь я видела все недавно ездила в нью-йорк слушала джои де франческо потому что недавно у меня появилось новое увлечение это хамонт орган которого здесь у нас сожалению нету и может быть в будущем не получится привести один экземпляр что-то такой уникальный инструмент он живой он тоже он разговаривает как и рояль все живое все говорится дышит вот я ездила слушать джазового метро джои де франческо органиста известного и конечно когда попадаешь на такие концерты ты просто забываешь вообще обо всем и ты понимаешь вот это настоящий джаз вот это настоящая музыка ради которой стоит жить и стоит учиться в беркли да кстати вот если это не военные тайны конечно сколько стоит год обучения вот обучение стоит около шестидесяти трех тысяч долларов включая с кампуса желания да это включает а как много студентов обучается со статистика у меня плохо но много много и очень много международных студентов очень много с казахстана получается только ты 1 нет сейчас на данный момент три студента с казахстана скотил руки одна очень замечательная классическая пианистка с консерватории она приехала туда другая учится на как зовут альмира изюмчинска значит другая зовут ее дания честно говоря фамилию не знаю она научится на electronic design and production пишет электронную музыку и позиционируйте как диджей интересно есть еще один парень он по моему вернулся михаил ким он вернулся в алмату и сейчас в смысле закончил он по моему у него остался один семестр не буду брать я знаю что он вернулся и двигается здесь соскучился показы я тоже соскучилась серьезно конечно что что а еда в ста не самая лучшая не ну вроде же посылки там отправляют это можно дипломатической пост почты в термо этих пакетов не знала надо узнать ну у меня друзья ездят штаты они прям хаза специально там сертификат там какая-то вот это вот оболочка решили там безвоздушная кэ то есть вроде якобы пропускают если у тебя контакт там ну кроме скажем так вот этих вот вы кстати вот да общаетесь между собой делитесь информации то есть вы получается практически в одном кампусе живете все нет мы живем разных местах но просто это разные факультеты получать у каждого факультета свой кампус получается так нет я просто я живу of campus они тоже по моему смысле общежитская еда нет не прикалывать американская еда в общежитии это это просто что-то я даже не буду об этом говорить все на высшем уровне на высшем американском уровне но есть невозможно получать сами готовите что ли да интересно без форма сидела раз в год меня приглашает на наурыз есть казахстанское сообщество бостоне казахстанское сообщество студентов которые базируются в бостон университи очень много наших казахстанских студентов после университи по балшаку приезжают и вот они организовывают такое ежегодное празднество и всегда приглашают меня выступать и вот там там и конечно объедаемся ты забьешь форма как выступаешь интересно да ну действительно оказывается очень много казахстанцев учиться за границей это же в принципе скажем так в будущем эти знакомства должны помогать ведь не все же ездят в беркли многие ездят там нефтяники бизнес-школы какие-то которые потом возвращаясь становятся министрами и так далее вот те готовые спонсоры для концертов вообще беркли интересная тенденция люди люди общаются в своей собственной среде то есть они вот корейцы допустим они общаются с корейцами они даже по окончанию беркли даже вполне возможно что их английские не особо знают потому что они постоянно общаются на своем французы объединяются с французами итальянцы итальянцами а с казахстана такое не прокатывает потому что у нас всего три человека и у нас нет времени даже чай попить просто по-казахской пары слубер баурсаки заварить несмотря на то что русскоязычные есть беркли мы все равно меньшинство то есть интересно и поэтому публика на мои концерты приходит такая разношерстная потому что ты приходишь на концерты гитариста с кореи ты предполагаешь что толпа корейцев будет сидеть и все так и случается поддерживать в моем случае нет моем случае есть со всего мира что собственно и хорошо то что все знакомятся с культурой ты вывешиваешь флаг республики казахстан на концерте не вывешивала но недавно одевала это национальные одежду ну классно нравится на тебе здесь выдать чтобы ты там это четко идентифицировали себя как мэйден казахстан но конечно это очень хорошо когда вашу страну узнают именно через деятели культуры культуры спорта того же там ну тот же наш головкин так сказать там сотрясает действительно своими нокаутами уже всю эту боксерская общественность а вот кого можно было бы назвать скажем так именно таким неким там я не за послом культуры про которого американцы например те же знаю да ну кроме тебя скажем ты же только-только начинаешь про кого они знают из казахстана певцы музыканты киношники бурата не трогаем честно скажу только бората ну и кого рад все еще он так сказать жив этот символ да к сожалению так вообще не все американцы знают где вообще казахстан находится на карте так что проводим ликбез такая а вообще музыка глаз и черноволосы да это тоже конечно влияет потому что все думают что с россией в самом беркли есть какая-то наверняка какая-то концертная жизнь есть там вообще фестиваль свой какой-то или же у жителей там того же бостона или там окружающих месяцев есть возможность приходить в этот колледж на концерт конечно конечно у нас очень много посетителей не с самого беркли а с бостона люди ходят люди интересуются потому что у нас есть три-четыре концертных зала и один из них очень очень крупный концертный зал вообще я бы сказала крупнейший в бостоне и там проводятся очень крупные фестивали и концерты известных джазовых музыкантов сколько мест так не буду брать ну примерно но больше дворца республики стадион нет нет не стадион я думаю как дворец республики да а вообще средняя цена билета на такие концерты сколько 30 долларов обычно 30 20 долларов но средняя цена да средняя вообще на газовых легенд от 100 долларов и выше видимо нашим концертом в казахстане еще долго ждать таких цен хотя но вот я помню к сожалению не состоялся концерт пола маккарти долго велись переговоры насколько помню и все ждали все вот и на стинга тоже все мы ломились мне даже подарили билет и он не прилетел очень жаль очень жаль кого из скажем так не джазовых музыкантов ты признаешь стинга стинга очень люблю да всех ворк я работала в рок-группе я стала очень уважительно относиться к пинк флойд где пергл то есть творчество таких музыкантов за него определенные определенную полочку моем сердце ты не фантазировал еще на эту тему фантазировала да даже вот на концерте тоже будет звучать одна вещь джимми хендрикса опять же опять же очень интересный синтез между урок роком и джазом а ты вот когда выступаешь ну чтобы так сказать предвосхищая события ты играешь сама без сопровождения или все-таки как бы тебе будут подыгрывать вообще у нас концепция очень интересная найдет как прогрессия я начинаю одна потом мы выступаем дуэтом с владимиром анатольевичем потом добавляется еще один человек и так наращиваем мощь через ожидается программа скольки полутора двухчасовая я думаю час-полтора ну прям интересно я вот это я помню года два там назад карлогаш макатова приглашала меня на джазовый фестиваль ну я реально кайфанул еще тут последние два года что-то тут дела то кто-то у кого-то песни украл там и так далее то подобное разбираюсь с музыкантами никак вот не добегу не добегу до мероприятия я очень благодарен и рэн спасибо за то что да пригласила вот правда я вот сразу когда увидел объявление сразу заширил в свою группу у меня там есть группа реклама пошла культурная фиша казахстан где я стараюсь именно анонсировать действительно по моему мнению стоящие мероприятия куда нужно ходить так что ты попала да спасибо вот жалко конечно кто-то будет вообще снимать этот концерт и не в курсе это хороший вопрос крайне но вот кстати насколько легко получить разрешение на съемку каких-то концертов вот именно у джазовых звезд либо например вот то что у вас в бертоле проводится там или вот в этом большом зале там это наверное все через агентов большие птс там 15-20 камер все это снимать много народу ходит вообще до аншлаги постоянно не сказать что аншлаги джазовая музыка она все равно она не собирает много людей не собирает стадионы но тем не люди люди ходят интерес намного больше чем здесь потому что там люди привыкшие конечно вот этот колледж сколько существует получается уже google не скажу google бег скажи не ну наверняка много раз уже такая действительно школа и слава вообще идет я знаю что он имеет очень богатую историю потому что выпускники это глыбы джаза на которых мы учимся ну например это каунт бейси это даяна кроу из последних даже джон майер допустим не джазовый музыкант но очень довольно известный там получает а в основном готовит именно в джазовом скажем так джазовых музыкантов да это основное направление но люди учатся и року тоже там и есть те которые классические занимаются и продолжают заниматься то есть беркли дают свободу свободу реализации чего не хватает наших вузах так это вот давать возможность студенту реализовать себя проявить индивидуальность от кого вот это зависит проявление индивидуальности от преподавателя в первую очередь или же от желания самого музыканта расти я думаю что от системы еще потому что если сравнивать системы образования в нашей стране допустим есть определенный курс есть первый курс есть второй курс есть третий курс есть какой-то карикелум варкли такого нет варкли есть карикелум но ты выбираешь себе предметы сам то есть нужно выбрать то что ты хочешь построить свое расписание так как ты хочешь и как-то отсрочить то что ты не хочешь изучать или наоборот приблизить то что очень привлекает а как вообще можно это выбрать если ты абсолютно молодой зеленый еще так сказать даже не знаешь куда двигаться не знаешь как найти себя в этом плане они очень хорошо поступают они первый семестр они дают дают тебе расписание готовы ты учишься ты изучаешь всякие разные общие предметы это первый семестр первый семестр на а потом ты уже определяешься и говоришь вот я хочу вот это вот это вот это ты можешь выбрать себе специальность то есть нет такого что поступаешь на курс исполнителя и ты четыре года обязан учиться на исполнителя как у нас вот то есть все как от того как тебя торт когда-то то есть первом семестре допустим мне дали курс музыкального бизнеса мне дали курс звукорежиссуры чтобы попробовала я сразу определила что так вот это не мое это не мое а вот это мое вот на это я пойду они смотрят то есть музыкальный бизнес это не твой выходит что у них очень очень другой музыкальный бизнес он построен на плотном копирайте очень-очень удар все там они уважают поэтому и съемка тоже вот вы спросили про съемку не так-то просто снять джазовых легенд на свой телефон нет на телефон можно но если с камерой тут нужно специальное разрешение можно платить за права это все очищать все строго о господи когда же я дождусь что в казахстане тоже выход было да с другой стороны как бы композитор этого заслужили естественно естественно но у нас в условиях опять же тотального той бизнеса который абсолютно живет только за счет плагиата естественно никто не уважает композиторов как это говорит как как это говорится так сказать нет пророка своем отечестве ой что ты на тебя буду обращать внимание только тогда когда ты куда-то уехал выиграл какой-то фестиваль конкурс но вот опять же та же история с димашем который так сказать здесь пытался найти свой голос раз уехал в китай попал на этот фестиваль весь мир теперь его смотрит слушает восторгать кстати как там димаш это хоть знают в штатах или или еще не видели я думаю еще не видели еще не видели а ты сама смотрела нет нет понятно кто такой все сейчас это видео попадет в youtube и наши там фанаты димаша закидают нас помидор да я немножко отошла просто от казахстанских новостей возвращаюсь и но вот к сожалению к сожалению я абсолютно с тобой согласен нет вот системного подхода нет к сожалению чувство такой некой создание некой стратегии культурной экспансии ведь у нас очень много музыкантов которые получили здесь очень хорошую школу и которые могут себя показать им действительно для того чтобы расти и нужно из этого аквариума выпрыгнуть попасть в речку какую-то я не знаю в море какое-то действительно где все это работает здесь все это движется и вот здесь вот вопрос действительно опять же возвращаясь к тому от кого это зависит вот это стремление расти от самого музыканта или же от самого преподавателя хотя сейчас границы интернета интернет точнее разбил все границы и столько информации в тот же youtube зайди посмотри и вот как вот научиться выпрыгнуть из своих извиняюсь за выражение трусов так сказать и стать кем-то вот вновь твоей ситуации отлично тебе повезло то что там тебе старшие скажем так братья сестры как ирена и виктор хоменков скажешь туда там есть такой мастер-класс и надо поехать посмотреть вот и дальше уже потом толчок уже пошел а а другим что делать я бы сказала этот от среды тоже зависит потому что моем случае было огромное желание изучать джаз моем случае был учитель который тоже сподвигал меня на это но не хватало среды потому что мои друзья они уехали в москву кто-то уехал в италию и в итоге играя дома в конце концов это просто надоедает ну в конце концов ты понимаешь что ты не можешь этого нести никуда а джаз это общение и это не такой центрированный стиль как в классике допустим вот и поэтому среда тоже влияет ну вот ты сказала что у нас открывается закрываются джазовый клуб а вот какой джазовый клуб ты могла бы скажем так о каком джазовом клубе ты могла бы сказать что вот он у нас был какие-то традиции развивал один из любимых клубов вообще наших джазменов амансинских это был амбассатор ну да я помню да было дело очень хорошее место потом бруклин ну да потому что туда все бригады да сейчас бруклин не пошло что-то не сложилось с бруклином сейчас у нас есть муз кафе вот сегодня у нас допустим будет сет в 8 вечера тоже будем супер готовиться к концерту прямо рядом с моим домом нас моим тоже да там классная площадка действительно у нас получилось что на настоящий момент есть более-менее три точки где есть соответствующая атмосфера и где теоретически можно играть то есть это муз кафе вот ты была в этом алматы квадрате еще нет я просто прилетела только пару дней назад там правда говорят мест мало меня позвали туда но перепутали дату я там сильно лобозал так сказать замок на двери потому что сказали ой извините как на следующий день вот но я доберусь и вот здесь еще есть этот хороц пивной пап где есть тоже в принципе возможность живем играть но я правда не знаю что там последний раз кто там играл в гиннесе что-то играет но в основном это уже получается исполнитель кавер а ты играла тоже в группе да то есть у тебя есть уже опыт это с кем ты играла разные составы но последний раз в джонни газ бэнд мы играли рок кавера а так вообще очень много амантинских команд очень такой расширенный опыт был в разных направлениях по то им ездили было дело но дело на чем-то и бизнес фрэм так тебя еще поддерживают в этом концерте еще музыканты да да расскажи про них вообще тематика концерта это фортепианный джаз поэтому будут выступать в основном инструменталисты да у нас у металлиста но у нас есть приглашенные вокалисты это надя альжанова это ирена равина это диана макина наши звезды голоса виктор хоменков будет виктор хоменков будет больше сирадзе своей группой джаз house будет владимир девченко опять же с которым вы будете фантазировать ясно вообще до ожидается очень интересная интересная программа действительно до игры спросить будет кто-то снимать или нет вот у нас к сожалению мне непонятно отношение журналистов то есть отношение телеканалов таким уникальным концертом я не знаю но мне до сих пор такое некое непонимание когда приезжал дживан гаспарян легенда легендарный дудук который играет в различных там саундтреках мировых блокбастеров был концерт насколько я помню театре лермонтова и снимали вообще на одну камеру то есть как так то есть ни один телеканал вообще даже не поднял свою извиняюсь за выражение задницу не приехал не отснял того концерт в чем дело что это происходит вообще то есть опять у нас получается музыканты деятели культуры живут сами по себе журналисты не обращают на это внимание и соответственно мы некой какой-то изоляции находимся что ли резервации есть у тебя вообще такое ощущение вот в казахстане есть есть конечно есть я с этим сталкивалась то что я искала сконсорскую поддержку около двух лет я сталкивалась с огромным количеством отказов потому что люди не интересуются музыкой и журналисты тоже я даже не буду называть именные написала одной журналистке она сказала для статьи нужен веский информационный повод то есть моя поездка в сша это не было поводом никак концерт не был поводом было очень печально даже не хочу вспоминать про это время но тем не менее да к сожалению есть такое дело когда непонятным деятелям культуры вечно помогают но это наверное действительно вина в какой-то степени и журналистов и может быть даже самих музыкантов которые может быть надо пришло время когда нужно выделять из деятелей культуры чтобы они становились журналистами вот я юрист артиста всю жизнь был теперь вот веду программу на радио медиа метрикс казахстан вытаскиваю хороших людей стоящих как я считаю да взял на себя ответственность назвать их таковыми нежели там есть у нас куча телеканалов которые рассказывают для них информационный повод что там какого-то артиста украли там в гримерный костюм какой-то там драгоценный вот вот это новость это на интерес за новость да а то что скажем так человек учится в джазовой столице американской это не новость но тут вопрос да именно наверняка то есть мы уже приходим к тому что вот то что я тебе предлагал все-таки спасение утопающих дело рук самих утопающих наверно я думаю стоит все-таки задуматься и вести какие-то репортажи блоги да и уверен что судя по твоей коммуникабельности то что ты так много умеешь говорить у тебя это получится я лучше сыграю ну да это у меня от моего учителя он тоже всегда он если бы спросить какой-то теоретический вопрос он лучше да я тебе лучше покажу все и быстро все сыграл все сразу стало понятно ну это я так из уважения шутя любя я же понимаю да но кто-то должен заниматься кто-то должен руками кто-то через микрофон окей ну что ж давай не будем так сказать мучиться дальше лучше действительно жалко здесь нет фортепиано а то бы действительно настя могла показать и услышав ее игру мы все сразу побежали бы на этот концерт так что наше время потихонечку подошло к концу лишь как время быстро приделать целых 50 минут болтали а ты все волновалась вот с нами была наша джазовая принцесса который уже второй год учится на полном по сути обеспечении которое она заслужила именно благодаря тому что показала то мастерство искусства которое получилось здесь именно в казахстане именно благодаря знаменитой басиитовской школе но за благодаря владимиру демченко джазовой школе тагира зарипова поэтому я приглашаю всех на концерт который состоится послезавтра вечером филармонии мне джам было моего дедушки на то люби халдая кого по моему в семь часов до с вами был я тимирлан тулигенов и вы смотрели программу камертон студии общественного радио медиа метрика казахстан смотрите наши программы на сайте radio m.kz и на нашем любимом youtube канале до свидания до свидания